Сейчас на рынке, на самом деле, были сначала слухи, которые все опровергали. Они появились где-то порядка двух-трех лет назад, что китайцы попали на вольфрамовое золото. И по номерам слитков они смогли сделать бэктрейсинг, то есть вычислить, что это золото пришло из хранилищ ВРС Нью-Йорка, Нью-Йорк Фед. Вот у меня приятель тоже попал в такую ситуацию, в одном из швейцарских банков он купил золото, бумажное золото, после долгих объяснений и внушений, что бумажное золото не есть золото, и когда вам привозят золото через три дня после того, как вы подаете заявление, это не золото, потому что могут не привезти, или могут привезти чужие слитки, вы на них посмотрите, их тут же увезут. Другое место. Он таки внял глаз у разума и перевел это бумажное золото в реальные слитки. Номерные слитки, которые лежат в ячейке, в банковском хранилище. Дальше я настоял, чтобы он сделал экспертизу этих слитков. Он сделал экспертизу этих слитков, заплатил деньги. Оказалось, что три из этих слитков вольфрам позолоченные, 8 миллиметров позолоты. Вот какое золото сейчас на рынке, поэтому, как я всегда говорил и продолжаю говорить, все эти золотые фонды типа GLD, это не более чем попытка. Две попытки, вернее, две цели имеют. Первое. Увести деньги с реального физического рынка золота, потому что, ну как же, вы же купили золото, этот же фонд подкреплен золотом, эти бумажки подкреплены золотом. На самом деле, если вы посмотрите, как у нас называется, в проспекты Миссии, этого замечательного фонда, того же GLD, или фонда серебра, там сказано, что эти бумажки обеспечены золотом или эквивалентом золота. Что такое эквивалент золота, я не знаю. Наверное, менеджеры этих фондов и основатели знают. Вторая цель, на мой взгляд, это собрать весь этот вольфрам, который, судя по всему, пришел из хранилища Нью-Йоркского Феда, в этот фонд. То есть, да, фонд что-то купил, для эти бумажки обеспечены номерными слитками, но эти слитки не из золота, а из вольфрам. Вот моя простая теория. Пока что она как-то начинает подтверждаться фактами, как-то не поразительно. Супер. Мне вспомнилась история 2008 года с вкладчиками, которые покупали в одном из наших банков фонд ОФБУ, якобы золотой фонд. Но на самом деле там все было написано маленькими буквами, что к золоту он не имеет никакого отношения. Потом мы удивились, как-то все наши активы упали на 98% в приросте цены на золото. Такое бывает. Такое бывает, да. Конечно, масло в огонь подлил товарищ Чавес со своим желанием забрать обратно золото из Банка Англии, из Дж.П. Моргана. Кстати, у Дж.П. Моргана поразительная ситуация. Чавес хочет забрать 10,2 тонны, а у Дж.П. Моргана всего золота 10 тонн заявленного, да, зарегистрированного. То есть практически все золото, да? А у Банка Англии, понимаете, вот сообщение прошло, что оказывается у Банка Англии золотые слитки трескаются. Я не шучу, это вот Батанг, Банк Англии заявил, что у нас... Бракованные слитки, это чавес. Ну да, вот на золото слитки трескаются. Не то, что у нас его нет, они просто трескаются. Я не шучу, понимаете? Вот такой бред сейчас творится на золотых рынках. То есть вот то, что... Вот этот ажиотаж, как-то случается. Вот я понимаю, Андрей смеется, я когда прочитал, я, наверное, подумал, что, наверное, у Блумберг кто-то дюшевший выпал. Золотые слитки трескаться, это что-то с новой уже. У нас, кроме шутка. Не выдерживает напряжение на рынке, наверное. Они не выдерживают того, что они по сто раз кому-то уже давно проданы, бумажный золот называется. Понятно, что же будет со всем этим теперь Чавес. Чавес делает, что забирает золото из английских банков, если они перепроданы по сто раз. Я не понимаю, кто его, кстати, это золото туда в английские банки загнал. Предыдущий правительство? Ну, конечно. Наверное. Ну, Чавес находится вроде бы долго уже у власти, должен был бы понять, что в случае чего это же золото против него будет действовать. Я так думаю, зря он сделал это заявление. Почему? Потому что вот Каддафи хранил свои средства. И остался без них. Да. Их забрали и оплатили свержение его, его же деньгами. Вот это очень хороший подход у западных стран. 144 тонны. А? 144 тонны у Ливии было. Ну, там разные оценки. Но активы не надо хранить, по крайней мере, в одной корзине, это точно. А то он все свои активы основные распределил по разным западным странам. Вот и получил себе. Правда, он сделал по умным, вроде бы, по разным странам. Они все были в коалиции против него. Вот именно. Они потом объединились в коалицию и на его же деньги его же свергали. Вообще, замечательный подход. Как вот с чайцем такого же не было. Потому что 99 тонн золота, ну где банка? Мне песенка вспоминается, не прячьте ваши денежки по банкам и углам. Да, так что надо переводить их, переводить их надо в Китае и в Россию, хотя бы часть. Крыто еще хуже. Да нет, это еще лучше. По крайней мере, России чайцем свергать не будет. Хорошо, так как пустят на Олимпиаду. К следующей теме все-таки.